Большинство людей, доведенных до состояния хронических заболеваний, думают, что вылечить их можно только с помощью фармацевтики. Но наиболее прогрессивно мыслящие люди давно уже поняли, что настоящую помощь в избавлении от хронических заболеваний человечеству может оказать только природа, натуральные, естественные средства, которые мы научились добывать, используя дары природы, в частности, эфирные масла. Что такое эфирные масла? Это концентрация растения. В эфирном масле нет ничего, кроме самого растения. Чем хороша вот эта концентрированная сущность растения? Тем, что человеку для того, чтобы оздоровиться и получить какой-то оздоровительный эффект, нет никакой необходимости поглощать килограммы и тонны этих растений. Достаточно буквально одной капли, и уже одна капля оказывает терапевтический эффект. Я не случайно сказала слово терапевтический, потому что масла, о которых я говорю, это чистые, 100% натуральные масла терапевтического класса, масла, которые нам предлагает Дотера. Конечно же, речь не идет о копеечных эфирных маслах, эфирных, хочется сказать, в кавычках, те, которые нам предлагает аптечная сеть, потому что дешевое эфирное масло, это, конечно же, всегда будет суррогат, подделка, какой-то синтетический или полусинтетический вариант, который можно использовать только для ароматизации общественного туалета. Многие думают, что эфирные масла, ароматерапия, это только вдыхание масел. Кстати, я тоже раньше так думала. То на самом деле нет. Настоящие эфирные масла могут использоваться как и ингаляционно, так и наружно, так и внутренне, то есть в качестве пищевых добавок. Если вы уже являетесь обладателем коллекции эфирных масел Дотера, для вас открывается новая возможность вылечить тяжелые хронические заболевания. Ну и не только тяжелые, любые заболевания, будь то какие-то острые, вирусное состояние, недомогания временные и так далее. От этих ситуаций можно избавиться, если применять эфирные масла в курсовом лечении. И один из таких видов применения курсового лечения является система протоколов по симфонии клеток. Возможно, слово протокол звучит как-то очень уж страшно, серьезно, официально, но на самом деле протокол есть не что иное, как определенная последовательность нанесения масел на определенные части тела в определенной подборке этих масел в зависимости от того или иного заболевания. Очень подробно эти протоколы описаны в книге, которая называется «Симфония клеток» автора Бойда Трумэна. Бойд Трумэн – это не просто теоретик, это не просто ученый, который создал определенные схемы нанесения, определенные протоколы. Бойд Трумэн – это прежде всего практик, и практик, заметьте, с 28-летним стажем. То есть все те протоколы и схемы лечения, которые он предлагает людям, они на 100% выверены именно человеческим опытом. И, конечно, у меня уже тоже есть свой личный опыт положительных результатов от применения некоторых этих протоколов. У меня эта книга в бумажном варианте, но если у вас нет бумажного, книга есть в электронном формате, ее можно распечатать, и нет ничего зазорного в том, если первое время, пока вы еще хорошо не изучили последовательность нанесения масел, у вас эта распечатанная схема будет лежать перед глазами, рядом с тем человеком, которому вы делаете этот протокол. Давайте пробежимся по этой книге и посмотрим, что же нам все-таки предлагает автор для лечения хронических, в том числе тяжелых, заболеваний. В этой книге 18 протоколов, и каждое название протокола практически говорит само за себя. Достаточно прочитать первые несколько названий, и все будет понятно. Протокол базовый, воспалительный, гормональный, инфекционный, клеточный, лимфатический, неврологический и так далее. То есть, если у вас есть какое-то заболевание, то найти его, найти протокол, который подходит под это заболевание, не представляется трудным даже уже по названию протокола. Под названием каждого протокола он дал целый список заболеваний, при которых надо применять тот или иной протокол. Сегодня мы будем рассматривать протокол воспалительный для примера. И перечень заболеваний, которые можно лечить при помощи протокола воспалительный, он очень большой. Например, аритмия, артрит, варикоз, гипертония, головные боли, грибковые заболевания ног, грыжа межпозвоночного диска, деменция, запор, истощение, ишиаз, лихорадка, менингит, негрень, невралгия, неврит, невропатия, подагра, простатит, ревматоидный артрит, склеродермия, сколиоз, спондилит, судороги, суставы, флебит, цистит, хроническая усталость, дефицит энергии. Посмотрите, как много совершенно разных заболеваний, к которым есть вот такой универсальный подход, как протокол воспалительный. Под любым протоколом есть свой список заболеваний. И далее под списком заболеваний мы видим саму схему нанесения масел. И на первый взгляд, когда мы видим название масел и какие-то условные обозначения, это кажется непонятным. Когда я впервые открыла эту книгу, я подумала, как я буду в ней разбираться. Но на самом деле всё проще, чем мы думаем. Достаточно открыть начало книги и посмотреть на первую страницу. Можно увидеть, что на каждое условное обозначение есть своя расшифровка. И если напротив какого-то масла стоит значок позвоночника, то мы понимаем, что это масло нужно носить вдоль позвоночника. Если стоит условное обозначение носа, то мы понимаем, что нужно дать человеку подышать этим маслом. Если стоит условное обозначение стопочек, мы понимаем, что нужно намазать стопы этим маслом. То есть всё очень легко и просто. И самое главное, что дана чёткая последовательность, какое масло в какой последовательности и какое действие в какой последовательности нужно выполнить. Все очень просто. Автор позаботился о нас и посвятил целую страничку описанию мер предосторожности. Что делать, если случайно масло попало в глаза? Ни в коем случае не вымывать водой, потому что вода усиливает действие масел, а вот растительное масло, наоборот, ослабляет. Также автор пишет, где хранить масла, как расположить человека, которому вы будете делать протокол и другие подробности, включая то, как начать и чем закончить тот или иной протокол. А заканчивается он обычно такой успокаивающей процедурой. Это либо лежание просто под полотенцем, либо лежание под горячим влажным полотенцем, либо принятие душа, либо принятие ванны, либо, наоборот, без души и без ванны. То есть на каждый протокол есть своя схема, и все это в одной книжке. То есть для того, чтобы лечить человека в домашних условиях без применения фармацевтики, а используя только натуральные эфирные масла и схему протоколов, не нужно какого-то специального большого образования. Достаточно получить базовые знания даже хотя бы из этой маленькой книжки и просто иметь коллекцию нужных масел, и вы уже можете оказывать реальную помощь своему близкому. Итак, сейчас я приглашу своего подопытного, в качестве которого будет мой супруг. Я сделаю на нем протокол воспалительный, и вы увидите, что на самом деле здесь нет абсолютно ничего сложного. Все очень просто. Для того, чтобы провести ваш первый протокол, положите перед собой открытую страницу с описанием этого протокола, чтобы не перепутать порядок нанесения масел. Также будет очень здорово, если вы расставите перед собой флаконы с маслами именно в той последовательности, которая описана в протоколе. В разных протоколах используются разные масла. В некоторых протоколах масел немного, в некоторых гораздо больше. В каких-то протоколах масла среднего ценового диапазона, в некоторых протоколах есть очень дорогие масла. Но автор предусмотрел и здесь все для того, чтобы каждый протокол был доступен практически любому человеку. Для этого он создал таблицу «Замен», и она находится в конце этой книги. Причем замену в трех вариантах. С левой стороны пишется название оригинального масла, которое используется в оригинале в том или ином протоколе. И далее идут три столбца. Замена номер один, замена номер два и замена номер три. И понятно, что замена номер один – это практически идеальная замена. Замена номер два – это такая средняя замена. И замена номер три, она тоже допустима, но она уже имеет более слабое выражение. Хотя тоже, если других вариантов нет, мы можем ее использовать. Бывают еще такие варианты, когда у вас не хватает, просто категорически не хватает какого-то одного или двух масел. Ну, либо вы не можете их сейчас купить, либо на него нет замены, либо его нет сейчас в наличии, в продаже. Бывает такое. В этом нет, в принципе, ничего страшного. Если у вас не хватает одного-двух масел, вы просто можете этот пункт пропустить и делать пока протокол без этого масла. Но как только у вас появится возможность его приобрести, нужно это сделать и дальше продолжать уже использовать полноценный протокол. Итак, у меня все готово к сеансу. Сейчас я позову моего подопечного, и мы начнем протокол. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok